То, что делаю я, то, что мы делаем с клиентами, объясню, чем там условлено. Тем, что если проковать деньги, допустим, в облигациях, то там очень низкая доходность. То есть доходность облигаций сейчас на 0,5%. Там в районе 6%, если мы говорим про ОФЗ. Второй момент. То есть получается, что текущая доходность облигаций, она не обеспечена. Причем мы говорим о 10-летних облигациях. То есть срок инвестирования 10 лет. То есть получается на 10 лет доходность облигаций, инструментов с фиксированным доходом, не покрывает риск потенциальной инфляции, которую мы можем уже увидеть и реализацию в следующие 12 месяцев. То есть мы будем находиться в облигациях, и облигации могут упасть в цене. То есть единственный способ, если тогда покупать облигации, то это облигации с доходностью привязанной к инфляции. Это раз. Второй облигации могут упасть в цене, и падение может быть гораздо больше, чем потенциальная доходность. В 10 раз больше. То есть если припарковать деньги в облигациях, то можно потерять в 10 раз больше, чем ту потенциальную доходность, которую ты можешь заработать. Когда мы говорим про акции, то акция, как я уже говорил, это, ну то есть стоимостное инвестирование, это потенциальная прибыль компании. У меня очень большие сомнения по поводу того, что в следующие 3-5 лет прибыли компании будут растить примерно такими же темпами, как они росли в предыдущие 10-15 лет. И риск коррекции тоже достаточно большой. Поэтому и уровни, соответственно, для покупок с фундаментальной точки зрения достаточно дорогие. Поэтому я в такой ситуации выбираю для себя такое обстоятельство. Да, я держу в кэше. Да, то, что у меня деньги находятся в кэше, их обесценивает инфляция. Но при этом получается, что в достаточно близкой перспективе, опять-таки, когда точно никто сказать не может, это там от 6 до 24 месяцев, мы можем увидеть активы там на 30-50% ниже. То есть если я куплю активы на 30-50% ниже, то фактически я понимаю, что кэш, который у меня сейчас находится, он потенциально имеет все причины для того, чтобы купить активы, которые на горизонте там в 3-5 лет могут обеспечить доходность 60-100%. Через 5 лет доходность 60-100%, да, это получается там порядка 10-20% годовых в валюте. Меня это вполне устраивает. И да, сейчас у меня инфляция эти деньги обесценивает в среднем на 2% полгода, но меня это нисколько не страшит, потому что когда активы падают, главное иметь патроны. Патроны на финансовых рынках – это кэш. Это то, на что можно купить. Все могут у нас вспомнить 98-й год, а давайте вспомним 2008-й год и предположим такую гипотезу, да, что вы в этот период оказались просто с кэшем на руках, долларом причем с кэшем на руках. В 2008-м году, когда он там с 30 до 70 практически, да, до 70 не доходил, он там 60% был. В 2014-м году, когда этот скачок непосредственно, то есть первый импульс, да, то есть люди бегут.